Здравствуйте! Вы видите на фотографии инкубатор на 64 яиц, выпуска 2021 года. Это новинка этого года. Инкубатор находится в пенопластовом утеплителе. Располагаем в теплой комнате в диапазоне температуры 20-25 градусов по инструкции. Ставим инкубатор на ровное место, на пол, на стол. То есть на твердую поверхность. Нельзя ставить на матрас, на диван мягкий. Внутри инкубатора находятся комплекты, которые идут вместе с инкубатором. Так, это паспорт на английском языке. Кабель на 220 вольт. Ультразвуковый увлажнитель. И кабель на 12 вольт для автомобильного аккумулятора. И система подачи воды, автоматическая система подачи воды, без баклажки. Что необходимо нам сделать сейчас? Открываем инкубатор, убираем крышку пенопластовую. Пластмассовую крышку тоже убираем. Освобождаем. Вытаскиваем корпус оранжевый с лотком. Отделяем от пенопластового корпуса. Убираем ее тоже в сторону. Вот на дне находится пластмассовое дно. Ее тоже убираем. Теперь пилим переднюю часть пенопластового корпуса определенного размера. Вот с этого угла пилим. Желательно ножовкой по металлу. Ровно пилиться. Вот досюда. И эту сторону тоже пилим вот до отсюда. Этот корпус пиливается полностью вот в таком состоянии. Это для того, чтобы выдвижные лотки выдвигались вперед. Ставим дно пластмассовое обратно на место. В это пластмассовое дно имеются две секции для воды. Для заливки воды. Воду льем сюда теплую, 40-градусную, желательно дистиллированную, очищенную, отфильтрованную воду. Это для того, чтобы срок службы ультразвукового увлажнителя удлинить. Сюда помещается где-то полтора литра воды. Теперь займемся сборкой системы подачи воды. Баклажку заливаем теплой водой. Голубую систему эту приворачиваем резьбой на баклажку. К этой системе имеется шланг 5-миллиметровый диаметром, который продевается вот в таком. Вот так продевается. Мы уже приготовили. Этот шланг, конец шланга просовываем через эти дырки. Через правую или через левую. Разницы никакой нет, как удобно. Вот состояние. Вот положение. Баклажка перевернутая. Это вакуумная система. Идет подача воды по шлангу. Другой конец шланга погружен полностью в воде. Как только уровень воды уменьшится, вода из баклажки доливается до уровня. Идет по автоматической подаче. Ультразвуковый увлажнитель, который мы сейчас установим на своем месте. Распаковываем пачку. Вот такой вид ультразвуковой увлажнитель имеет. Ставим на ее свое место в середине. Оранжевый корпус лотком на место ставим. Разъемы в сторону убираем. И подсоединяем к крышке инкубатора. Вот к этим разъемам. Закрываем крышку. Пенопластную крышку. Вот я нашел 8 яиц. Покажу вам, как устанавливать в лотке. Раздвигаем лоток. Желательно вот эти провода просовывать посередине в лотке. Яйца располагаем вдоль этих трубок. Я поместил 6 яиц свободно. Можно 7. Ставим яйца в этот ряд, в этот ряд, в этот ряд. Где-то помещается 64. Лоток полностью задвигаем теперь вовнутрь инкубатора. Ставим утеплитель на место. Вот в таком состоянии готов к работе. Подключаем 220 вольт. Сбоку имеется разъем для подключения 220 вольт. Вот табло загорелось у нас. Также обязательно подключаем кабель на 12 вольт к аккумулятору в случае отключения питания 220 вольт. Сейчас для начала инкубации надо одновременно нажать плюс-минус кнопку. Это идет сброс с заводским настройками. То есть таймер возвращается на нулевой отсчет. И кнопкой мода мы переводим режим инкубации. Режим инкубации кур. Вот курица. Рисунок курицы высвечился. Все. С этого момента начался инкубационный процесс куринных яиц. Режим инкубации куринных яиц.